Всем привет! Очень рада видеть вас на своём канале. С вами врач-пушер-гинеколог Ольга Придухина. Это видео я хочу посвятить теме, которая вызывает действительно много эмоций. И вы мне до сих пор сейчас, если я вам скажу, что это за тема, спросите, а что действительно такое существует и вообще, что же это такое? Тема чесотка. Действительно, чесотка беспокоит большое количество людей. Действительно, есть разные нервно-психологические такие критерии. Но сейчас я встречаюсь почему-то с этим заболеванием у пациентов. То есть заболевание паразитарное, относится к паразитарному. Когда клещ, да, чесоточный проникает в эпидермис, делая там такие ходы, и из-за этого возникает вот тот самый зуд, который очень часто как раз беспокоит многих. Это все характеризуется сильнейшим зудом. То есть чесотка как раз это зуд. Поэтому вот вам прямо хочется вот все, 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 вот тут чесать, тут чесать. Все кроме лица и волосистой части головы. Все, то есть вы прямо чешетесь. Вам хочется все, руки, ноги, ступни, ягодицы, чесать, все что угодно. Также даже половые органы. Потому что ко мне недавно обратилась пациентка. Она уже наблюдалась по поводу инфекций, передающихся половым путем. То есть есть там и кожные проблемы, есть экзема. И вот как раз она обратилась, что сильнейший зуд. Прямо зуд, который мне не дает покоя. Я не знаю, что вообще делать с этим зудом. У меня все чешется. Вот Ольга Викторовна, ну хоть сделайте вы что-нибудь. У меня все, все, все чешется. И, конечно, это немножко показалось странным. Потому что такой зуд, он, да, иногда бывает при каких-то, когда вы сильно нервничаете, сильно переживаете. Но опять же он носит такой вот, вот есть зуд, да, и прекратился зуд. То есть он же не на постоянной основе, что вот все, все, все зудит. То есть он появился, прекратился. Соответственно, если мы говорим про какие-то аллергические реакции. Потому что часто как раз многие считают, ну что, чесотка, это же такое вот заболевание какое-то страшное, ужасное. И откуда у меня вообще чесотка? У меня не может ее быть. Это, скорее всего, какая-нибудь аллергия. Аллергия. То есть я вот там съела апельсин, поэтому зачесалась. Еще что-то съела. Там какой-нибудь там ананас. Или там какую-нибудь креветку съела. И вот поэтому зачесалась. Нет, действительно, после аллергических реакций бывает, но это больше что-то локализованное. То есть зачесался нос, губы там, еще что-то. То есть здесь как раз чешется все тело. Оно прямо зудит и чешется. Затем это локтевые характерные сгибы видны. Межпальцевые промежутки. Это все очень важно. Также половые органы. То есть это мошонка, половой член, наружные половые органы. То есть все очень сильно беспокоит. То есть клещ происходит все фазы развития своего. Он паразит. То есть он живет за счет вас. То есть конкретно питается и живет именно за счет вас. Поэтому это заболевание как раз передается и контактным путем. Поэтому человека, если вы с ним вступили в половой контакт, а у него как раз была чесотка, то скорее всего, или там даже полежали вместе. Соответственно, у вас тоже может это случиться. Что же делать? Нужно, конечно, взять соскоп, посмотреть, что это конкретно вообще такое. И после этого вам будет назначено очень хорошее лечение. В чем часто именно проблема? Что женщины и мужчины боятся пойти, боятся выяснить, с чем это вообще связано. Ну, аллергия, аллергия. Ну, чешусь и чешусь. Ну, что уж я маленький, что ли? Откуда у меня эта чесотка может быть? Очень важно все-таки прийти к дерматовенерологу, взять соскоп, да, или хотя бы прийти к гинекологу, андрологу и понимать, в чем проблема. То есть, действительно ли это молочница, да, которая также бывает у мужчин. Почему у меня зудит промежность? Я уже столько всего перепила, целую кучу всяких таблеток, свечей, чего только я не делала. А у меня все равно зуд, да еще и по всему телу. То есть, вот при чесотке, если у вас не чешется лицо, если не чешется, вот, как бы в область волос, да, то есть волосистая часть головы, то, скорее всего, это именно чесотка, которую нужно выявлять, с которой нужно работать и лечить. Спросите ли вы меня, часто ли встречается это заболевание? Не скажу, что очень часто, но встречается. И как раз вот может быть так достаточно локализовано. То есть, конечно, в основном это и по телу, по всему, по всей поверхности тела, вплоть до ступней, как я уже сказала, межпальцевых промежутков, локтей. Но сейчас и бывает очень достаточно локализованно. То есть, какая-то часть, то есть, зачесалась там грудь, зачесались ягодицы. То есть, очень локализовано, а потом уже переходит на все тело. То есть, как было в случае с моей пациенткой, началось это все как раз с наружных половых органов, перешло на практически по всему телу в течение пары дней. И потом только она уже пришла до этого все, ой, молочница, ой, какие-то инфекции, лечилась, лечилась. А был половой контакт с партнером, ну, которого как бы она хорошо знала. Но вот так случилось. Поэтому вовремя было выявлено это заболевание, выявлен этот паразит и проведено лечение. Соответственно, осложнений, никаких рубцов, никаких проблем дальнейших не было. Поэтому все встречается, да, встречается и сифилис, и чесотка, и ВИЧ-инфекции, и которые кажутся, что, ой, ну где мы их встретим в обычной жизни очень часто, к сожалению, к большому, мы с ними встречаемся. Что вы думаете по этому поводу? Действительно ли это все вот так вот может быть, да? Может, вы с этим заболеванием сталкивались? Обязательно пишите ваше мнение. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки. А я вас всех приглашаю в свой телеграм-канал, где ежедневно выходит огромное количество моих статей, которые, кстати, очень интересны. Мы разбираем очень многие темы, видео, которые, возможно, вы не видели. Поэтому обязательно подписывайтесь и делитесь вашим мнением. Обязательно в скором времени проведем эфир, где я отвечу на все интересующие вас вопросы. А я вам желаю огромного здоровья, любви, и чтобы никакие чесоточные клещи вас никогда не беспокоили. Всем пока-пока!